Вечер настольных игр Вечер, где вы можете не только поиграть, но и обзавестись новыми приятными знакомствами Можешь, пожалуйста, рассказать, как тебе вообще подобное мероприятие? Все вообще классно, мне очень нравится, тут сидим мы с ребятами, играем Собрались, наконец-то, с друзьями, решили поиграть в настолку любимую, но увидели что-то новенькое в ней В какую игру вы играете? Мы играем в бэнк «Звездные войны», вообще привык играть в обычный бэнк, но такой тоже интересный, достаточно новое что-то для себя открыл, прикольно Расскажи правила в двух словах Ну, это мафия, в которой тебе нужно больше актива проявлять, нужно преследовать какие-то определенные цели, так скажем Есть какие-то карты игровые, есть какие-то карты, которые у тебя просто есть в игре, ну, то есть в твоей наличии Ну, долго рассказывать так, вкратце не могу, вкратце мафия, но посложнее Во время мероприятия ребятам предоставляют огромный выбор настольных игр, начиная от всеми известной мафии и заканчивая игрой под названием «Манчкин» Вот вам несколько интересных фактов про всеми любимые настолки Существует более 20 тысяч их разновидностей Прототип шахмат был создан в России И даже существует фильм, снятый на основе настольной игры «Мафия» Можешь рассказать, что за игра у тебя? Мы с друзьями играем в игру «Манчики» Это пародия на РПГ современные настольные, где правила крайне просты, что противоречит играм, которые я напроводирую Там играете от трех человек, где каждый берет себя, персонаж создает и просто убиваете монстра, пока вы не выиграете 10 уровень Вы также можете друг другу помогать, либо наоборот мешать, усилив монстра раз в 5, например Назови топ-3 лучшие игры настольные Я бы назвал, это конечно «Вархаммер 40 тысяч», но это более такая, как раз таки очень сложная игра С манчиками не сравнится Это, наверное, манчики, ну, хорошо расслабиться, ну и монополия, классика Играть в настольные игры как весело, так и полезно Они не только улучшают познавательные навыки, формируют память и способствуют развитию Но и снижают риск психических заболеваний и уровень стресса, что очень необходимо нам в повседневной жизни Вот сколько плюсов себе несут обычные настолки Хорошо, что есть возможность играть не только дома, но и посещать подобные мероприятия, где ты можешь найти людей с похожими интересами Здесь вы точно сможете поднять себе настроение Вот бы проводилось побольше подобных мероприятий, где можно отдохнуть после тяжелого учебного дня Камила Заградзинова, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей